Здравствуйте! В эфире Первого Ярославского. Программа «В тему» в студии Андрей Иванов. 7 ноября когда-то красный день календаря. Последние годы просто рабочий день, но не сегодня. Ровно 100 лет назад произошли события, которые кто-то считает Великой Русской Революцией, кто-то Октябрьским Переворотом. Про одного из героев событий всего 1917 года мы сегодня и будем говорить. Сохраню пока лишь интригу и представлю своего собеседника. Это доктор исторических наук, декан исторического факультета ИРГУ имени Индемидова Владимир Павлович Федюк. Владимир Павлович, добрый вечер. Добрый вечер. Но, собственно, сегодня наша программа, она не совсем в обычном формате проходит. Она предваряет показ фильма «Перед судом истории», вышедшего впервые в киноэфире еще в далеком 1964 году. И, собственно, главный герой этого фильма, это, собственно, Василий Шульгин, одна из самых значимых фигур политической истории начала XX века в России, наверное, можно сказать и так. И многие, конечно, его знают как человека, который принял отречение Николая II. Но все-таки вначале хотелось бы вам задать вопрос про фильм. Вот как вы определяете сами, о чем это? Это все-таки именно о Шульгине или о неком отрезке историческом истории России? Ну, я думаю, проблематика фильма задана уже названием «Перед судом истории». Фильм был снят почти через полвека после революции и был предназначен для того, чтобы показать советскому зрителю, насколько изменилось жизнь в стране за это время. И гениальной идеей тех, кто создал этот фильм, было найти человека, который не просто был современником событий 1917 года и более ранних, а стоял, быть может, если не в центре, то очень близко к центру происходившему. Но все-таки Шульгин никогда не был первой фигурой. Шульгин был фигурой, ну, предположим, второго плана. Но фигурой второго плана, которую знали все. Да, безусловно. И фигурой, которая вот в нужные именно и в самые важные моменты вот появлялась, да, взять тот же момент с отречением. Он очень интересно обыгран в фильме. Там как бы появляется салон-вагон, императорский салон-вагон, где, собственно, все и происходило. И светом, светом выделяется какими-то вот местами, где сидели те или иные участники. При том, что понятно, что из всех как раз участников этой самой сцены жив только вот этот человек. Нужно было показать, как старый человек, он признает, что то, что произошло со страной, это исторически необходимо. А уж первоспитаться в 90 с лишним лет, наверное, было сложно. Ну, насколько идеологизированный фильм, как вам кажется? Да, конечно. Да. Конечно, фильм, несомненно, идеологизирован. Особенно, что касается комментариев ведущего и комментариев закадровых. Это совершенно несомненно. К слову сказать, примерно в это время, чуть позже, к юбилею Октябрьской революции была идея пригласить Советский Союз Керенского и точно так же снять фильм про него. Но Керенский отказался и очередного шедера не получилось. Да, неожиданно. Как-то сложно даже себе представить. Вот в этих декорациях и в этом фильме Александра Федоровича вместо Василия Витальевича Шульгина. Тем не менее, он был жив и вполне активен в ту пору. Ну да, книг-то он написал гораздо больше, чем Шульгин. Нет, Шульгин больше. Шульгин был человеком очень песучим. И то, что сейчас издано из его литературного наследия, мемуарного наследия, ну, дай бог, половина того, что он создал. Остальное пропало. Ну, все-таки, что это за фигура? Вот давайте расскажем зрителям. Понятно, что у нас достаточно немного времени с одной стороны. И желательно, людям должно быть интересно посмотреть на него после нашей с вами беседы. Удивительный человек. Человек, который стал депутатом Думы в ту пору, когда ему не было 30-ти. Шульгин с усиками. Молодой человек с огромной лысиной. Он был лыс уже тогда. Но еще густой бородой, как в фильме, он не обзавелся. Человек, который не обладал большим аратовским талантом изначально. У него было слабое горло. Но, тем не менее, после того, как он был депутатом трех последних дум, он получил репутацию одного из наиболее известных парламентариев. Ну, конечно, присутствие предречения Николая II было звездным часом Шульгина. Но вообще его биография достаточно пестра, активна. Шульгин был человеком крайне противоречивым. Откровенный антисемит. Он написал о своем отношении к Иреям книгу под названием «Что нам в них не нравится». Откровенный противник украинства. Он полагал, что Малороссия – это часть России исторически. И потому, когда немцы вошли в Киев весной 1918 года, Шульгин демонстративно прекратил издание своей газеты «Киевлянин». А после, как говорят, был объявлен немцами в розыск. И потому скрылся на территории подконтрольной правородческой армии. Шульгин был человеком сложным и изменчивым. И вот это изменение его настроения лучше всего проследить по его книгам. А их опубликовано великое множество. Еще в ту пору, когда Шульгин был эмигрантом, в Советском Союзе издавались его воспоминания под названием «Дни 1920-й год». Ну, а позже он написал и было опубликовано после его смерти еще гораздо больше. Скажем так, в Советском Союзе не только в этом фильме использовали Шульгина. Была знаменитая история о середине 1920-х годов. Когда нелегально его сюда, соответственно, доставили в рамках знаменитого «Треста». Да, это известная операция «Трест». Создание якобы нелегальной контрреволюционной организации, действовавшей на территории Советской России. Причем действовавшей полностью под контролем ИГПУ. И вот по линии «Треста» Шульгин в 1926 году совершил путешествие в СССР под чужим именем, посетил Ленинград, Москву, Киев, отсюда и название его книги «Три столицы». Как же ему стыдно было после, когда он узнал, что за каждым его шагом следили чекисты. Но, впрочем, Шульгин достаточно объективно описывает обычные бытовые сцены. Поскольку политики он в этой книге не касается, совершенно естественно, чтобы кого-то не подставить. Но «Три столицы» – это одна из самых любопытных книг Шульгина. Ну, там, вот если к фильму возвращаться, то там есть обращение вот к этому эпизоду. Понятно, что да, оно в рамках советской идеологии, но все равно достаточно интересный момент. То есть все равно, вот если возвращаться к теме отречения, понятно, что она одна из центральных фильмов и один из самых интересных моментов для нас. Что меня удивило, когда смотрел вот именно фильм, да, понимал, что это фильм, сделанный в 60-х, то, что пропустили совершенно другой образ Николая II. То есть Шульгин заявляет о том, что как человек, как семьянин, он был хорош. Как политик, как глава государства, он, собственно, провалил свою миссию. Вот то, что допустили человеческий образ царя, да, вот тогда, в 60-е годы, лично для меня было неожиданностью. Или это уже нормально для советской идеологии того периода? Ну, пожалуй, этот фильм стал толчком к пересмотру образа Николая II. Автор очень популярной в СССР книги «23 ступени вниз», по сути, первой советской биографии Николая II, Михаил Косинов, он неоднократно беседовал с Шульгиным, и я полагаю, что книга в значительной мере родилась под влиянием этих бесед. Еще один момент, связанный с отречением, когда Шульгин говорит о шепоте генерала Русского, тогда, ну, одного из военачальников, да, о том, что, в общем-то, решение-то уже принято, все уже как бы решено. Вот тоже такой неожиданный момент, он как-то подопускает вот эту роль. Она действительно была, как вам представляется, вот тех двух людей, которые приехали, вроде как, убеждать царя отречься, отказаться от роли главы государства? Я думаю, что на позицию Николая повлияло, прежде всего, ответы командующих фронтами. Практически все командиры крупных соединений, за исключением гвардейской конной дивизии под началом генерала Ханна Хичеванского, они высказались в пользу отречения, полагая, что лучше сохранить страну и монархию, пожертвовав монархом, нежели поставить под угрозу судьбу России как таковой. Собственно, это двигало и самим Шульгиным. Еще одна тема, еще один вопрос у меня к вам. Все-таки мы говорим об октябре 17-го, не можем коснуться того, что было здесь, в Ярославле. Вот что происходило здесь? Да, мы знаем, как брали в власть большевики в Петрограде, что было в Москве, тоже частично знаем. А вот что было в Ярославле, знают очень немногие, на самом деле. Да ничего не было. На великое счастье Ярославля и ярославцев Ярославль находился в стороне от главных троп истории, но, наверное, после смутного времени. Ну и посему, после всеобщего счастья, ощущения эйфории весенних дней, к осени 17-го года большинство ярославцев находились в состоянии глубокого разочарования, потому что чудо не произошло. Революция не изменила мгновенно вот те серые будни, в которых, собственно, они и жили. И посему установление советской власти у нас прошло по-будничному обыкновенно. Ярославский совет большинством голосов проголосовал за большевистскую резолюцию о переходе власти в руки Совета по всей стране. Да, эсеры-меньшевики, тогдашние оппозиции в Ярославском совете, попытались оспорить результаты голосования, потребовали повторы его. Повторное голосование проходило очень любопытно. Те, кто за, выходил в одну дверь, те, кто против, в другую. А действительно выключался свет при этом? Я не думаю, свет выключался, но я не думаю, что это была сознательная диверсия. Потому что ярославские мальчишки уже до того усвоили манеру стрелять из рогаток по фарфоровым изоляторам электросети. Ну и, кто же его знает, очередная такая диверсия детская. А судьба, скажем, старой власти Ярославской, последнего военного комиссара, скажем, временного войска? Губенского комиссара. Ну, последний губенский комиссар, Борис Дюшен, умер, дай бог памяти, в 1949 году в звании полковника МГБ. Дюшен оказался в эмиграции и в эмиграции сошелся с минаеховцами. Эмигрантским течением, которое тяготело к сотрудничеству с советской властью, был завербован советской внешней разведкой. Ну и в итоге, вернувшись на родину, дослужился до достаточно серьезных званий. Правда, он больше по технической части работал в МГБ, нежели по оперативной. Да, удивительно, такое бывало. На то это и время исторического перелома, когда буквально в смысле брат шел против брата. Я бы мог таких историй рассказать, наверное, сотни. Но времени не будет. Мы обязательно их еще от вас услышим, безусловно. А пока я благодарю вас за то, что приняли участие в нашей сегодняшней программе. Еще раз представлю своего собеседника. Это доктор исторических наук деканта исторического факультета Иргумина Демидова Владимира Федюк. Спасибо, Владимир Павлович, что пришли и поговорили об этом фильме. Ну а сейчас будем смотреть, собственно, сам фильм. Субтитры подогнал «Симон»